Президент Тукаев на расширенном заседании правительства отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Умарова. Причиной стала тяжелая ситуация в сельском хозяйстве, возникшая из-за засухи. Также глава государства поручил рассмотреть необходимость введения временного запрета на вывоз кормов для сельхозживотных. В свою очередь, аналитики отрасли прогнозируют рост цен на мясо. Из-за неблагоприятных погодных условий и неэффективного прогнозирования ситуация обострилась, особенно в Мангистаусской и Казалардинской областях. Только в Мангистаусской области пало 3000 голов скота. Стоимость тонны корма достигла 23 тысячи тенге, а в некоторых районах 42 тысячи. Люди вынуждены кормили скот картоном. При этом депутаты требовали от чиновников наладить поставку кормов. Как заметил президент Тукаев, мы живем в рыночное время со всеми минусами и плюсами. Но высокопоставленные чиновники почему-то не использовали деньги из резерва правительства, удивился глава государства. К слову, на этом счету всегда должны лежать деньги на случай чрезвычайных ситуаций. В общем, из-за засухи Тукаев отправил в отставку министра сельского хозяйства Омарова. В этой сложной ситуации министерство должно было принять срочные и решительные меры. Министерство не смогло эффективно организовать работу. Поэтому считаю правильным, чтобы министр Сапархан Омаров подал в отставку как единственное ответственное лицо в этой сфере. Эта работа, особенно во время кризиса, вам не по силам. Ранее в Минсельхозе заявляли, что власти не будут возмещать убытки фермерам. Этот бизнес, как и скот в нем, принадлежит частным хозяйствам, отметили чиновники. А уже бывший глава Минсельхоза Омаров предлагал фермерам страховать скот. Добровольное страхование в животноводстве пока новый продукт. Он как раз предусматривает покрытие рисков при болезнях и утрате скота из-за опасных природных стихийных явлений. Животноводы пока только присматриваются к новшеству. На данный момент застраховано всего лишь 5000 голов скота. Но эта мера, по словам экспертов, похожа на борьбу со следствием, а не с причиной. А главная причина – отсутствие кормов. Видимо, поэтому президент Тухаев поручил Кабмину рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Я поручаю правительству совместно с Нацпалатой от Амикен оперативно рассмотреть необходимость временного запрета на вывоз кормов. Для поддержки наиболее пострадавших фермеров правительству Акимам, Институтам развития предстоит обеспечить реструктуризацию кредитов и выделение дополнительных субсидий на корма. Акиматам совместно с СПК и Минсельхозом следует в ускоренном порядке обеспечить льготное финансирование фермеров для форварного закупок кормов в благополучных регионах. Эксперты сообщают, что сейчас цена на мясо в Казахстане падает, потому что животноводы избавляются от скота, который не в силах прокормить из-за засухи. Однако это вынужденность снижения цен на непродолжительное время. В будущем она приведет к удорожанию. Тогда рост цен ударит по карману всего населения, а исправлять ситуацию будет слишком поздно, предупреждает председатель Мясного Союза, экс-министр сельского хозяйства Мамат Пеков. К слову, для решения всех перечисленных проблем уже назначен исполняющий обязанности министр сельского хозяйства Казахстана. Им стал 44-летний Ербол Харшукеев. Ранее он был вице-министром финансов. Также он работал председателем правления государственного холдинга Казагра. Кстати, этот фонд критиковали за многомиллиардные убытки, неэффективное управление ресурсами, простаивающие проекты в сфере сельского хозяйства. Бауржан Шайхмед Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.